Добрый день, друзья! С вами Сергей Строконь, политический обозреватель с комментарием на портале Москва-Баку. Сегодня мы поговорим о том, как Запад пытается раскачать ситуацию на Южном Кавказе и сорвать подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Точка невозврата. Мы часто используем это определение, обозначающее кардинальный сдвиг в том или ином процессе, который делает этот процесс необратимым. Поступающие в ежедневном режиме новости из Карабаха, казалось бы, становятся железным аргументом в пользу того, что мирная интеграция Карабаха накануне Дня Победы во Второй Карабахской войне, до которого остаются считанные дни, набирает темп. Казалось бы, вот она, та самая новая реальность, черты которой проступают все более отчетливо. В репортажах из Ханкинги, на улицах которого больше никто не митингует, никто не кричит в мегафон, не призывает идти в последний бой. Над городом развивается флаг Азербайджана и звучит его государственный гимн. Да и сами эти улицы, с которых убрали кучи оставленного демонстрантами мусора, сегодня выглядят совсем не так, как всего полтора месяца назад, до событий 20 сентября и до того, что за ними последовало. Уходит в историю вместе с распущенной, непризнанной НКР и названием Степанакерт, которое и здесь в России звучит все реже. Да, конечно, его повторяют, повторяют только упоротые азербайджанофобы, убеждающие себя в том, что время можно еще повернуть назад и что вот этот для них кошмарный сон, в котором уже нет Степанакерта, а есть вот это страшное для них слово Ханкинди, однажды закончится. Тем не менее, необратимых перемен в Карабахе все больше. Продолжается возвращение семей в лачины Шушу. Шуша, в которую провели современную мобильную связь и высокоскоростной интернет, получила возможность больше не быть отрезанной от мира. И на этой неделе в Карабахском регионе, смотрите, начало вещать международное радио и вскоре его голос будет звучать уже во всем Азербайджане. Далее, не останавливается разгребание завалов вооруженного противостояния, поиск, уничтожение складов брошенного сепаратистами оружия. Продолжается. И, наконец, продолжается знаковый судебный процесс над обвиняемым в участии в Хаджилинской трагедии Вагифом Хачатряном. И вот все вот эти события, взятые по отдельности или вместе взятые, и есть, друзья, та самая точка невозврата, которая, казалось бы, казалось бы, обессмысливает любые попытки совершить невозможное, а именно найти способ реанимировать вот этот мертвый сепаратистский проект на территории Азербайджана и вернуть на сцену его лидеров, а также сохранить конфронтационную модель в отношениях Баку и Еревана. Однако, если мы с вами внимательно проанализируем события последних дней, то мы с вами обнаружим, выделим следующую тенденцию. Смотрите, что происходит. Против точки невозврата пытаются судорожно придумать, нарисовать, обозначить воображаемую точку возврата. То есть, создать видимость того, что над территориальной целостностью Азербайджана все еще можно подвесить знак вопроса, при этом заставив Азербайджан почувствовать себя в роли совершившего или совершающего в Карабахе что-то такое злонамеренное, что-то противоправленное, в связи с чем Азербайджан якобы должен постоянно оправдываться перед неким таким вот международным сообществом. И по состоянию на сегодняшний день главные силы, средства и ресурсы, работающие над созданием вот этой иллюзии точки невозврата, находятся не в самой Армении, а за рубежом. А если быть более точным, не просто за рубежом, а на Западе, а именно в Европе и Америке. Потому что здесь по-прежнему сохраняет огромное влияние армянское лобби, способное заставить говорить своим языком международные структуры. Кроме того, политики и общественные деятели, так называемые хедлайнеры, просто не владеют информацией, находясь в плену старых клише, старых вот этих антиазербайджанских штампов, которые создавались десятилетиями. И вот посетившая на этой неделе Ереван делегация депутатов Европарламента взбодрила уже покинувшего Ханкинди, лидера несуществующего образования НКР Самвела Шахраманяна, проведя с ним, так сказать, ну рабочую встречу. И вот эту делегацию, возглавляемую французским депутатом Европарламента Николасом Беем, также вошла, друзья, известный французский депутат, азербайджанофоб Марион Марошель. И вот она по итогам визита написала в соцсетях, что, я цитирую, Азербайджан при поддержке Турции хочет истребить армян и уничтожит следы христианства. Конец цитаты. Ну что вот можно сказать? Вот такой, друзья, мы видим уровень информированности, такой вот уровень объективности у депутатов Европарламента. Они упорно, упорно отказываются смотреть в лицо реальности. И вот, знаете, на этом фоне, как у Остапа Бендера, помните, с его западом нам поможет, лидер несуществующий НКР, который он сам же, кстати, распустил, Самвел Шахраманян на этой неделе собрал депутатов несуществующего, непонятно чего, и по сообщениям СМИ обсуждал с ними вопрос сохранения вот этого квази-государственного сепаратистского образования. И вот надо сказать, что работа по оживлению этого мертвого проекта и созданию новых рычагов давления на Баку идет ведь не только в Европе, но и в Америке. В Америке, которая вступает, вступила в президентскую гонку в борьбу за кресло главы Белого дома на выборах будущего года. Ну, смотрите, что мы видим. Кандидаты в президенты пиарятся на карабахской теме. Тем более, что в разгар предвыборной гонки спонсоры-то всем нужны, каждому нужны. Ну, вот, смотрите, пример. Претендовавший на кресло президента Вивек Рамасвами в одной из телепередач вдруг чего-то стал спрашивать у ведущего, а сколько раз в его передаче ранее была освещена, как он выразился, агрессия Азербайджана против Армении и Нагорного Карабаха. Ну, вот, с чего бы это? Ну, ведь явно Вивек Рамасвами отрабатывал карабахский номер, и об этой вот агрессии Азербайджана ему явно кто-то рассказал, сообщил, но не сам же он все это придумал, конечно же. Ну, что можно сказать? Все это, конечно, выглядит очень топорно, примитивно, предельно, сшито такими грубыми белыми нитками. И вот еще одно откровение за океаном прозвучало на этой неделе. Из уст кандидатов в конгрессмены США Алекса Балекяна. Но я напомню, что в ноябре будущего года вместе с президентскими выборами в США пройдут также до выборы в двухпалатный конгресс. То есть будет переизбрана вся палата представителей и треть Сената. И вот на этом фоне Алекс Балекян, ну, человек, явно, мы понимаем, с армянскими корнями, который после будущих выборов надеется уже сидеть в Капитолии, в Конгрессе, пожаловался на одного из лидеров демократов в Конгрессе, Адама Шифа, что якобы вот Адам Шиф не оправдал надежд, плохо отрабатывал армянские деньги. И Алекс Балекян заявил буквально следующее, я цитирую. К сожалению, демократы и особенно Адам Шиф обманули армян. На протяжении 22 лет он получал голоса и деньги армян, но ничего не сделал для армян и Армении, лишь писал бессмысленные письма и давал клятвы. Конец цитаты. Ну, что могу сказать, все тайное однажды становится явным. Однако все же зря кандидат в Конгрессмены думает, что вот можно кому-то заплатить, и вот этот кто-то сможет остановить те перемены на Южном Кавказе, которые зрели ни год и ни два и стали необратимыми. Так что это ведь не Шиф виноват, он в самом деле как мог там честно отрабатывал вложенные в него средства, он писал какие-то там письма, он делал заявления. Другое дело, что это, конечно же, не имело никакого смысла, поскольку остановить Азербайджан, его стремление восстановить территориальную целостность, было невозможно ни за какие деньги. Но, конечно, спонсоры Шифа это не понимали и не поймут, поэтому они не понимают, что точка невозврата пройдена, что поезд Арцаха ушел и никогда этот поезд не вернется. И, наконец, немного статистики, иллюстрирующие разнонаправленную тенденцию, о которой мы говорим. На этой неделе стало известно о том, что в будущем году Баку выделит из государственного бюджета на реконструкцию и восстановление городов и сел, создание современной инфраструктуры в Карабахе 2,4 миллиарда долларов. В этот бюджет входят электроэнергия, природный газ, вода, связь, дороги, образование, здравоохранение, восстановление и реконструкция жилищно-коммунальной и другой инфраструктуры и культурно-исторических памятников, а также строительство жилых домов, обеспечение массового возвращения на освобожденные от оккупации территории Карабахского региона. И полный контраст, совершенно другая картина. На этой же неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте проект бюджета 2024 года, сообщил о том, что военные расходы Еревана в будущем году вырастут на 125% по сравнению с 2018 годом. И вот возникает закономерный вопрос. Этот вот огромный по меркам Армении военный бюджет на будущий год, это зачем, для чего? Это что? Это логика принципа «хочешь мира, готовься к войне?» Но не лучше ли потратить эти средства на другие цели, на развитие, на обустройство жизни тех, кто покинул Карабах и отправился искать лучшую жизнь в Армении? На другие мирные цели, коих великое множество. Сам Пашинян уверяет, что увеличение бюджета на оборону не противоречит объявленной им, как он говорит, мирной повестке. Но этот военный бюджет, фактически бюджет военного времени, как ни крути, не вяжется с тезисами о будущем мире. При этом мирная повестка остается для Еревана чем-то таким вечно ускользающим. То она есть, то ее нет. Ну, понятно, что руководству Армении приходится лавировать. Приходится оглядываться, оглядываться и на внутреннюю оппозицию, на влиятельные внешние силы в Европе и Америке, которые по-прежнему работают над тем, чтобы сделать точку невозврата точкой возврата. Но ничего из этого не выйдет. Давайте мы скажем самое главное. Вся вот эта агония не станет новым огнем. Сколько ее ни спонсируй. Снова поджечь и раздуть пожар, как это было раньше в истории Южного Кавказа, не получится. Это был Сергей Строконь, политический возреватель с комментарием на портале Москва-Баку. До новых встреч, друзья.